Всем привет! Вообще, это должно было быть новое видео про славянское фэнтези, но поскольку я не дочитала одну из запланированных книг, мы поговорим просто о прочитанном. Когда я выбирала, о чём же вам рассказать из того огромного списка начитанного с прошлой осени, оказалось, что несколько книг очень интересно встают в один ряд. И это такие зимние сказочные истории, не очень добрые и не очень канонично-рождественские, но все они, кажется, мне в той или иной степени интересными. Это всё Young Adult, и из этого списка выбивается только одна книга, которую я очень давно ждала и которую я вам сегодня хорошенечко посвячу, но в связке с другой книгой. Спасибо тем, кто посоветовал поставить кольцевую лампу чуть выше, теперь она не выжигает мне глаза нахрен, и снимать видео гораздо комфортнее. Начнём мы с очень необычной штуки и для меня, и для жанра. Это Кай Алекс Анжела, и я сейчас попытаюсь рассказать вам, вспомнив, что я думала о нём год назад, чем же он меня так зацепил. Потому что вообще-то это Young Adult ритейлинг «Снежной королевы». «Снежную королеву» я очень люблю. Однажды я напишу свой собственный ритейлинг этой истории, и, естественно, мне интересно, что же есть вокруг неё, потому что текст этот очень, как сказать... Короче, что «Снежная королева», что «Рождественская песня в прозе», что «Снегурочка», что ещё некоторые вещи, Светлана Жуковского, например, они очень глубоко сидят у нас в культурном ходе. Мы можем даже не знать, что мы знаем их сюжеты и постоянно с ними сталкиваться, вспоминать, использовать и так далее. Это примерно та же история, что и из «Горе матума» Грибоедова, некоторые цитаты из которого мы постоянно используем в повседневной речи, потому что они давно стали афоризмами. Короче, Кай. До этой книги я читала у Александжела её цикл, который начинается с книги «Сон и пепел». Как вы поняли, мне не понравилось настолько, что я даже забыла название. Мне понравилось не в том смысле, что это плохая книга, а в том смысле, что это совсем не то, что я люблю читать, поэтому я так посмотрела, полистала, поняла, что мы не сойдёмся и бросила. Кая я ждала как раз-таки из-за того, что это деконструкция моей любимой истории, и мне было интересно посмотреть, как это будет сделано. Так что чтение у меня получилось не столько эмоциональное, то есть меня эта история не то чтобы сильно там зацепила, эмоционально вовлекла в себя, я там привязалась к героям, ждала с интересом, что же будет дальше. Скорее я читала её через такую вот интеллектуальную призму, пытаясь понять, что в ней изменено, что в ней наворочено, и здесь есть несколько довольно интересных наблюдений. Но для начала немножко про саму историю. Вы сейчас поймёте, что от «Снежной королевы» она сильно отличается и больше похожа на другую сказку Андерсена, про которую я расскажу вам чуть-чуть попозже. Герои этой книги действительно Кай и Герда, они действительно живут где-то недалеко друг от друга, но не в условном Копенгагене, а в таком, знаете, идиллически германском снежном горном городочке. Опять же, это отсылает к другому тексту Андерсена, и если вы уже догадались про что, вы можете написать об этом в комментариях. Кай — художник, и кроме того, что он отличается своими творческими порывами от других жителей этого города, он, к тому же, не то чтобы должен был быть живым. С ним кое-что произошло, после чего он выжил, и это кое-что связывает его с некой ледяной стервой, которая его преследует. Это типа «Снежная королева». Кстати говоря, оформлено то, что её автор близок к живописи и ко всякому художническому здесь чувствуется, и через визуальные образы, которые Александжело использует, и через ещё какие-то такие интересные штуки и мотивы. Кроме того, здесь очень хорошо и ярко звучит немецкий романтизм. С одной стороны, ты думаешь, казалось бы, вот у тебя есть Андерсен, вот у тебя есть немецкий романтизм, но на деле оно всё там близко, так что сойдёт. В общем, Кай здесь воплощение творческого начала, метущаяся душа, снежная королева или ледяная дева здесь как такая стихия вдохновляющая, но высасывающая жизнь. И Герда здесь скорее отрицательный персонаж, который представляет собой жизнь и бытовуху, и который мешает Каю творчески развиваться. Очень хочет, чтобы он принадлежал только ей. Потом здесь появится и Песочный человек, и кое-кто ещё, и, в общем, получается такой интересный микс, в котором кто-то типа меня увидит отсылки к сказкам зарубежных писателей 19 века, а кто-то другой увидит вот этих чуваков, Джека Фроста и Эльзу. Как мне кажется, и то, и другое прочтение вполне себе уместно, и вполне возможно, что это можно читать как специфичный фанфик по Холодному сердцу и Хранителям снов. Я не могу сказать, что я рекомендую эту книжку или не рекомендую её, потому что для меня это в любом случае был интересный опыт. Это всё ещё Young Adult, и в нём есть штуки, которые я в Young Adult не очень люблю. Я всё ещё не до конца согласна с каким-то внутренним месседжем этой книжки, но мне было интересно её читать с той точки зрения, что я пыталась разобраться, что именно смиксовал автор, и этот микс кажется мне довольно-таки интересным. А ещё эта книга для меня — повод поговорить с вами о другом Андерсене, и у меня как раз приехал вот этот сборник. Это зимние сказки Андерсена от Мифа. Сюда вошла «Снежная королева», «Дева льдов». Та самая сказка, которая здесь звучит гораздо более ярко, чем «Снежная королева». Я бы сказала, что это скорее ритейлинг «Девы льдов», чем «Снежной королевы». А также «Ель», «Снеговик», «История года». Короче говоря, такие святочные сказки Андерсена. Готовьте ваши блокнотики записывать интересные книжные рекомендации. В прошлом году я немножко подупоролась и решила почитать «Русскую ёлку Душечкиной» уже в который раз. Это антропологическое исследование ёлки новогодней как символа Нового года. Была ли она всегда? Спойлер нет. Как именно менялся её образ и когда она пришла в Россию в XIX веке? Это очень новое явление по сравнению с некоторыми другими вещами. Душечкина в том числе очень много апеллирует и к Гоффману, и в принципе к немцам, потому что именно у немцев появилась традиция вставить новогоднюю ёлку. За окном опять борзая, она очень красивая. Я не могу скрыть от вас этот факт, что меня по аллее выгуливают офигенно красивую белую борзую. Извините. Короче, Душечкина ссылается и на немцев, и на Андерсона, как раз-таки на ель. И поскольку среди новинок я не могла найти сборник, в котором были бы ещё и эти сказки, и «Дева льдов» тоже довольно-таки давно не издавалась, потому что я помню, что её я читала в интернете. Я очень сильно обрадовалась, когда миф, наконец, его сделали. Мне в нём немножко не хватает девочки со спичками, которые тоже святочный рассказ. Внезапно святочные рассказы вообще нифига не добрые, очень часто, а даже наоборот, они грустные. И страшное время такое. Но я так поняла, что её не стали включать, в том числе из-за того, что она как раз-таки довольно часто куда-то попадает, издаётся, иллюстрируется и так далее. Я дико рада, что его издали, и он ещё тут как-нибудь засветится обязательно, потому что про эту книжку я вам хочу поподробнее рассказать. У меня на Бусти есть, кстати, статья типа конспекта про русскую ёлку. А ещё это хороший способ понять, что у Андерсена есть не только снежная королева, и не только девочка со спичками, и не только красные башмачки, но ещё какое-то количество сказок. Они все меланхоличные, они все, понятное дело, написаны через христианскую призму, ну потому что это Андерсон, у него это никуда не девается, у него это всегда есть. Может быть, они где-то даже назидательные. Но вот эта вот меланхоличность и поэтичность, с которой он всё это дело пишет, меня всегда очаровывают. Так что я так радостно за один день прочитала всё оттуда, что я ещё не читала или что читала давно, и также радостно вам его показываю. Поговорила с вами о своём литературном краше, очень довольна. Будете читать Деву льдов, особенно если вы читали Кая, и вам понравилось, почитайте её. Офигеете от того, насколько Андерсон мрачный и жуткий, и бесчеловечный, потому что в отличие от Снежной королевы, которая тоже как бы не то чтобы добрая сказка, Деву льдов, она вообще абсолютно беспощадна и печальна, и все умерли. Дух ледника там просто секси-хтонь, которая тебя сожрёт и не подавится. Короче, мне очень понравилось, все читайте. Следующая штука, про которую я вам расскажу, и следующая за ней штука, про которую я вам расскажу, будет вот здесь вот, в виде обложечки, потому что этих книг в бумаге у меня ещё нет, и вампирского романа Клары Остерман у меня нет в бумаге, только потому что на него ещё только-только открылся предзаказ. Эта книга для меня ощущается как ребёнок, которого вырастили всем телеграммом, потому что вокруг неё как-то образовался такой дрим-тим из автора, художниц, редактора, бета-ридера, это я, я была финальным бета-ридером этой книги, которые месяца три, наверное, мемели и шутили на тему этой книжки, когда все остальные просто не понимали, к чему все эти шутки. Наконец-таки вы их поймёте. Это всё ещё золотые земли, которые многим из вас, скорее всего, знакомы по Соколу и Ворону. Но, как и «Его забрал лес», о котором я рассказывала несколько выпусков назад, по-моему, в начале лета, это «Золотые земли» в то их время, которое близко к нашему XIX веку. И эта книга, с одной стороны, вроде как самостоятельный роман, с другой стороны, если вы читали «Его забрал лес», вам будут более понятны некоторые куски, которые здесь происходят. То есть это как бы два романа, которые по сюжету не дилогия, ну, то есть они существуют отдельно и автономно, но по своей сути они дополняют друг друга. И да, это «Вампирский роман». Точно так же, как «Его забрал лес», он эпистолярный, то есть всю историю вы будете собирать по кусочкам из дневников, писем, заметок, обрывков, докладов, объяснительных и всего остального. Но история здесь уже другая, хотя главная героиня Клара, которая здесь действует, это героиня, которая знакома читателям леса. Это та самая дочка доктора Острмана, с которой знакомится Миша и которая в него влюбляется. Клара находится в некотором дистрессе, у нее немножечко едет крыша, она ведет дневник, где пытается восстановить последовательность событий. Исчезает ее отец, исчезает граф, а в доме появляются бравые служители закона, которые пытаются понять, что же здесь произошло. Но кроме них появляется еще один персонаж. Он вроде как помогает Кларе, а вроде как он весь такой сасный опасный и непонятный. Его зовут Теодор. И если Милош был такой, знаете, подставкой, на которую вешали гирлянду из красных флажков, то эта, зараза, просто коммунистическая, блин, знамя. Ну, то есть он козел. Козел тут тоже будет, но козел как раз-таки лапушка. Короче, Ульяна взяла трупы, с одной стороны, классической литературы про вампиров, типа Стокера, Кармилы, вот этого всего. С другой стороны, классических же приключенческих романов, типа того же Жюля Верна, замиксовала это и сделала, я бы сказала, оммаж. Оммаж получился замечательный. И очень зимний. Да, здесь всё происходит зимой. Здесь будут отсылки к щелкунчику, кстати говоря. Примерно половина действий будет происходить в городе, прототипом для которого стал Петербург. Угадайте, кто показал Ульяне один там особняк, и угадайте, что она с этим особняком сделала. Особняк находится на соседней с моей улицей, и у меня очень сложные чувства, когда я прохожу мимо. Если его забрал лес, был штукой довольно-таки лиричной и во многом отсылался к сказочной традиции, то вампирский роман в большей степени исследует такую, знаете, традицию пенни-дредфул, литературы ужасов и всего такого. Мне кажется, что это очень интересная дуальность, потому что как бы это две истории, которые происходят, по сути, ну, пересекаясь друг с другом практически в одно и то же время, в которых пересекаются персонажи, и у которых пересекается вот это вот внутреннее, не знаю, как это объяснить, короче, как будто бы они оба заигрывают с литературной традицией с разных сторон, дополняя уже созданный мир. Тех, кто дочитает, в финале ждет очень трогательный привет от персонажей, его забрал лес, а книжка сейчас в предзаказе, и мы ждем ее в декабре. Следующая книга, про которую я вам расскажу, тоже выходила в черным бело, это «Поцелуй зимы» на «Ди Хэда». Я читала ее на новогодних каникулах, наконец-таки я дошла до того, чтобы вам про нее рассказать, и у нас снова здесь обложечка, потому что книгу я читала в электронном виде. У меня были очень смешанные ощущения, но когда я взяла ради интереса почитать вторую часть, я поняла, что меня все-таки затянуло. Что это такое? На сайтах по большей части пишут, что это городской фэнтези или магический реализм. Мне очень сложно вывести какой-то один жанр, потому что, с одной стороны, в книге есть черты магического реализма, с другой стороны, в ней есть черты городского фэнтези, как будто бы в ней параллельно идут два сюжета. И вот макореалистический сюжет мне очень нравится. Сейчас я вам про нее расскажу, мне прям дико понравилось и зацепило. А то, что выстроено как городское фэнтези, мне понравилось в гораздо меньшей степени, наверное, потому что в нем как будто бы много рационального и как будто бы мало эмоций. Главная героиня этой книги Вера на какое-то время исчезла из нашего мира. Это не очень хорошо объясняется, что именно там произошло. У нее есть один талант, она умеет, как бы так сказать, оживлять свои фантазии. Это очень напоминает тульповодство, как будто бы она придумывает себе персонажа, и вот он появляется в ее жизни. Именно из-за этого с ней произошла беда, и именно из-за этого Вера какое-то время, скажем так, скрывалась. Но тут внезапно на пороге ее конспиративной квартиры появляется некая старуха и передает Вере свой дар. Эта старуха – одна из четырех великих дев, зима, и ей, как любой ведьме, нужна наследница. И это как раз-таки та самая линия городского фэнтези. Вера оказывается втянута в некую игру между великими девами, у каждой из которых есть своя сфера влияния, есть свой интерес, и каждая из которых по-своему стервоза. У Веры появляется охранник, у Веры появляются враги, у Веры появляются три вроде как союзницы, но на деле они все пытаются продавить свой собственный интерес, а еще у Веры есть Лестер. Лестер – это кто-то типа ее прошлого наставника, того самого чувака, который объяснял ей, что же ей с такой вот собой необычной делать. И это персонаж, от которого реально торкает, точно так же, как меня торкнуло от всей этой истории с маленькой одинокой Верой, которая придумала себе великую любовь, что в чем-то роднит ее с Кларой Остроман, и от этого очень серьезно пострадала. Эта история будет проблескивать между историей основной, то есть то, что происходит в условное наше время, а по таймлайну книги это примерно 2010-е. С тем, как Вера пытается вроде как адаптироваться в мире, как обычный человек, но в ее жизнь постоянно вмешиваются силы, которые мешают ей жить жизнью обычного человека. И у меня были очень двойственные ощущения, потому что, с одной стороны, меня дико затягивала вся эта история с прошлым, потому что это история про тоску, это история про внутреннее одиночество, это история про эскапизм, который из-за вот этих вот магических способностей превращает твою жизнь в кошмар, и про то, как ты с этим справляешься. А вот то, что происходит в новой реальности, то есть все эти великие девы, их какой-то BDSM-вайб, там он тоже есть, их какие-то интриги, они были как будто бы мимо меня, то есть мне они были гораздо менее интересны. И у меня реально было от книги ощущение, как будто бы это два самостоятельных сюжета, две самостоятельные истории, которые очень искусственно пытались совместить в одну, и не дотянули вот это вот слияние. Плюс ко всему, мне было не очень комфортно, я сейчас попытаюсь это сформулировать, вот в том мире, в котором Вера оказалась, в его ценностях, в характерах персонажей, которые оказались вокруг неё, это про реальную реальность, а не про её фантазии. У меня от них было ощущение, что я нахожусь не в своём сюжете. Ну, то есть есть книги разные по сюжету, разные по сеттингу, которые ты читаешь, и тебе в них комфортно, даже если они сами по себе, ну, довольно-таки стрёмные. А здесь у меня был наоборот. А это всё ещё не плюшевая история, она и не пытается быть комфортной, но у меня не было именно какого-то вот внутреннего резонанса с этим всем. Они для меня абсолютно чужие, и они меня практически не цепляют с эмоциональной стороны. Как будто бы я пытаюсь смотреть детективный сериал, а я небольшой фанат детективов, и меня они привлекают, только если в них будут интересные мне герои, нужный мне ритм и цвета истории, и какой-то такой внесюжетный элемент, не знаю, атмосферы, подтекстов, чего-то ещё, что меня зацепит, и тогда я могу посмотреть сезон сериала за один вечер. А бывает такое, что вроде как, ну, интересно, ты вроде как понимаешь, что тебя должно зацепить, но ты настолько вот вне контакта с этим всем, что ты посмотрел серию, угукнул, и такой, ладно, как-нибудь потом. В общем, с этой книжкой у меня чуть не случилось то самое как-нибудь потом. Тем не менее, я открыла месть осени, это следующая книжка, вторая часть. Она начинается с того, что вот после всего произошедшего в предыдущей книге, в «Поцелуй зимы», Вера работает сторожем на кладбище и подрабатывает через интернет самозанятой, и это было настолько атмосферно, настолько додало мне вот какого-то такого правильного, нужного мне ощущения, которого мне не хватало в первой книге, что я такая, ага, вот с этого и надо будем начинать, вот сейчас я почитаю. Так что месть осени я сейчас читаю и решила вам эту серию тоже порекомендовать. И сейчас мы подходим к последней книжке этого выпуска, в которой как раз-таки вот это вот ощущение, что персонаж существует между реальной реальностью, некомфортной, ужасной, трагичной и некой выдуманной реальностью, в которой тоже не то чтобы сильно всё хорошо, в ней этого ощущения было просто выше крыши и именно в том виде, в котором мне хотелось. Это песня крысолова «Сони Фрейм», я думаю, вы понимаете, почему я на неё повелась, и я не ожидала вообще ничего. По сюжету главная героиня этой книги работает киднеппером на некую криминальную группировку в условной Германии. Понятное дело, что в этой группировке её держат через что-то. То есть у них есть какая-то информация или какая-то помощь, которую они ей регулярно оказывают. И то, чем она занимается, ей не то чтобы сильно нравится. Сюжет здесь — это банальный триллер. Настолько простой, что когда я дошла до развязки, я офигела, потому что я ждала, что сюжетные линии сойдутся в каком-то более надмозговом решении, но нет. Тем не менее, меня настолько торкнуло самой историей, тем, какие здесь были герои, какие у них были проблемы, как здесь прописана какая-то вот, не знаю, нравящаяся мне тоска, одиночество главной героини, те сложные этические проблемы, с которыми она сталкивается, что оторваться я не могла. Для меня Соня Фрейн была автором такого Ян Кэдолта, который я не очень люблю. То есть это, знаете, такой вотпад 16-18 годов, в котором очень много книжек про несчастных подростков, про взбегающих из дома, про одинокие путешествия, которые не имеют ничего общего с реальностью. Короче, оно меня всегда немножко отталкивало и настораживало, и реально, я когда бралась за эту книгу, я думала, что, ну, я потыкаюсь, мне не понравится. Наоборот. Меня прям очень мощно зацепило. Сюжет здесь будет вращаться вокруг двух героев. С одной стороны, это главная героиня, та самая женщина-крысолов, которая уводит детей, похищает тех, на кого ей указали, и старается не думать о том, что с ними происходит потом. С другой стороны, это мужик-детектив, следователь, который пытается расследовать, что же там происходит, и выходит на неё, и пытается вывести её и всю группировку на чистую воду. В итоге эти две линии переплетаются и приводят их, ну, скажем, к какому-то ответу, который ни она, ни он не особо хотели бы знать, просто чтобы сохранить рассудок. Здесь очень интересно сделан сеттинг, потому что он воссоздает атмосферу абсолютно нелегального места, в котором не особо действуют законы нашей реальности. Ну, в смысле, придуманные людьми законы. В котором у каждого есть какое-то прозвище, у каждого есть какая-то тайна, у каждого есть какой-то интерес, и ты не всегда понимаешь вот то, с чем ты сейчас столкнёшься. Оно реальное или это мистика? Какое-то пугающее существо, появляющееся в ночном клубе, это человек, переодетый в монстра, или это правда монстр? Это человек, у которого сломана психика, или это нечеловеческое существо? И Соня Фрейн как-то так очень интересно обходит острые углы и прямые свидетельства, при этом она умудряется очень правильно играть на чувстве милосердия, которое ты испытываешь к персонажам, даже если они занимаются, ну, скажем, прямо не самыми правильными вещами. То книжка для меня была просто эмоциональной бомбой. Не в том плане, что я там от неё сидела, рыдала или что-то ещё, а скорее в том плане, что меня погрузили в историю, в которой мне было прям ништяк. И в плане накала эмоций, и в плане такой, знаете, размытости и зыбкости реальности, и в плане самого сюжета и персонажей, за которыми я следила. Вот примерно та же тоскливость и одиночество героини, которые мне нравились здесь, есть в «Поцелуи зимы», но их там гораздо меньше, и они проскальзывают только в одной из сюжетных линий. Во второй их, к сожалению, практически нет, и она напоминает скорее такой полумистический криминальный боевик. Есть вторая часть, и у меня на неё большие надежды. Вот и всё, что я хотела вам рассказать в этом видео. Большое спасибо, что посмотрели. На всякий случай напоминаю, что этот канал существует и на других площадках тоже. Смотрите там, где вам удобнее, и подписывайтесь, чтобы мы не потерялись. Увидимся в следующих видео, и всем пока!